Добрый день, дорогие друзья! Это канал поделки-самоделки и я Татьяна. И сегодня мы сделаем очень полезную вещь. Эта вещь полезна как для вашей души, для ваших рук, для вашего удобства и для красоты. Мы сегодня сделаем подставку под телефон. И вы удивитесь сами, насколько просто она делается. Итак, давайте начнем. Я взяла три цвета джута. Тонкий картон, клей. И теперь наношу клей на тонкий картон и приклеиваю к нему по три ряда ниток. Я сделала это с цветными нитками, вот такими, как сейчас я клею. Я сделала с однотонными нитками, темными. Я их покрасила с помощью марганцовки. И то же самое я сделала с нитками, которые отбелила в отбеливателе для белья. Посмотрите, что у меня получилось. Отрезаю я лишние кусочки. Вот такие полоски у меня получились. Я их разделила по 1 см в ширину и по 7 см в длину. Разрезала вот такие полосочки. И теперь готовлю основу под мой телефон. 8 на 16 см основа из картона. И по центру я провела линию. Теперь я выстраиваю эти полосочки в лестничном порядке. Примерно за пах 1 см. И высота должна равняться ровно моей подставочке. Подровняю под линейку. И теперь малярной лентой я скрепляю все эти кусочки. Для удобства. Переворачиваю. И теперь провожу линию, где я должна буду обрезать. Ножом, но лучше всего ножницами обрезать. То же самое я сделала и с другой стороны. Вот я обрезала одну сторону. Она у меня абсолютно ровная получилась. Теперь наношу клей на одну половину. И прямо вот видите, вместе с малярной лентой я приклеиваю эту сторону. Вторую сторону я приклеиваю напротив первой. Снимаю теперь малярную ленту. И получается у меня что-то в виде шеврона. Обрезаем ножницами лишние кусочки картона вместе с джутом. Они нам уже больше не понадобятся. Вот получилась такая красивая подставочка. Сзади я украсила ее следующим образом. Два ряда отбеленого джута. Два ряда темного джута. С другой стороны делаем снова два ряда белого джута. То есть вернее отбеленого. Два ряда темного джута. И всю серединку я заполняю нитками, которые я отбелила. Все, белая абсолютно у меня будет серединка. Теперь обрезаем опять концы. И вот получилась такая красивая заготовочка с обоих сторон. Это кусок картона 20 на 19 сантиметров. И в центр я наклеиваю также тоненький картон, на котором наклеены белые нитки джута. И вот я приготовила также еще полосочки из двух ниточек. Сейчас я буду делать рамочку. Ну, это у меня такой дизайн. У вас может быть совсем другой. Видите, по краям я обрезала под 45 градусов. Эти нитки темные наклеены у меня на тонкий картон и вырезаны. Теперь я наклеиваю эти полоски просто сюда. И вот получается у меня как рамочка. И следом за темным цветом у меня пойдет белая рамочка. Также под 45 градусов я обрезала концы. А сейчас я плету косичку из шести джутовых ниток. По две нитки в каждой полосе. Обрезаю край под 45 градусов. И закрываю бок моей подставочки. Это будет подставочка под телефон. Сама основа. Приклеиваю сбоку. И если вы обратили внимание, эта подставка у меня сейчас лежит на пергаментной бумаге, чтобы я не запачкала стол. И чтобы подставка моя не приклеилась к столу. Опять конец я обрезаю под 45 градусов. Конечно же, я намазала кончик клеем, чтобы он не распустился. И вот теперь конца и не видно. Соединение, вернее, не видно. Вот такая подставочка. Теперь берем зажигалочку и убираем лишний ворс, который есть на джуте. Основа есть. Вот еще две заготовки, которые нам пригодятся именно конкретно для подставки под телефон. Приклеиваем косичку для украшения. Теперь нужно будет склеить эти три части. И здесь, и здесь, и вверху. И еще одна немаловажная деталь, куда можно будет поставить и цветы, и ручки, и карандаши. Все для вашего удобства. Я украшаю ее следующим образом. Сначала джут от белиной. Серединка вся у меня цветным джутом. Вот я заполняю. И вверх и низ я заполняю темной, тоненькой косичкой. Осталось добавить еще маленькую детальку, которая будет держать ваш телефон. Она будет удерживать его от падения. Соединяю две знакомые уже вам полосочки. С краю по бокам я обклеиваю их цветной косичкой. Вот такая деталька. Также края под 45 градусов. Чтобы не было видно шва, все это склеиваю. Горячим клеем, конечно, это делается быстрее. Но можно и тем же клеем, которым вы приклеивали от джут. Вот приклеили. Теперь можно поставить стаканчик для цветов. Здесь может быть просто вазочка. Теперь ставим смартфончик или айфончик. Что есть там у вас. Ручки, карандаши. Сам телефончик. Красотища получилась. Очень полезная вещь. Как для ваших рук, для вашей души, для вашего удобства. Можно писать записульки всякие разные. И обязательно оставить добродушный комментарий. Поставить лайк. И поделиться этим видео со своими друзьями. Ну и наконец подпишитесь, если вы этого еще не сделали. На мой канал Поделки Самоделки. Хорошего настроения и всего доброго. Пока-пока.